Итак, в чем заключается прикольность ситуации? Прикольность ситуации заключается в том, что реклама такая интересная, типа, приходи, бери деньги, карточки кредитные, небольшой процент, пятое-десятое. Вопрос, кто дает эти деньги? Да никто не дает эти деньги, это понты, похоже, что ли, перед властьимущими. Типа, мы даем деньги, посмотрите, сколько у нас рекламы. Это возможный вариант, это дивная реклама. Но возникает тема другая, тема другая, еще и более интересная. Вы кредиты не выдаете. То есть я честный человек, который четко все выплачивал. У меня нет ни одной кредитной истории, я все отработал по самые кривые помидоры, все это дело сделал еще и в начале этого года, и не могу получить никакие кредиты. Маленький нюанс. Если вы не будете давать кредиты, будете выезжать и про ушам проезжать, то, наверное, вы сдохнете. Сдохнете все, любые банки. Потому что, быть может, вам хорошо, когда вы выдаете ипотеку. Но умный человек, нормальный, грамотный человек не будет брать ипотеку. Потому что это космос. Вопрос в чем заключается? Если бы у нас была средняя заработная плата, ну, хотя бы, допустим, как в Италии, хотя, в принципе, нам везде по ушам проезжает, что мы на пятом месте, а средняя заработная плата у нас очень-очень-очень далеко до средней заработной платы стран еврозоны. Вообще где-то рядышком не стоит. Но чтобы это было грустно, для тех, кто не доезжает, объясняю, понятие называется salary. Средняя заработная плата. Вбейте эти дивные понятия и понимайте, думать вы должны немножко о других вещах. Как бы сказать. Когда мне начинают по ушам проезжать, что там ценники звездец в Америке. Есть такая дивная ситуация. Вам туда не пустят, но можно найти через торрентрекеры, залезть посмотреть fresh meat in the Walmart. As you can see, I will be in the United States and I watch the prices in Walmart too. То есть я видел эти ценники. И оказывается, что ценники там такие же, как у нас. Другой вариант. Есть такая тема, что там с продажами и у них какие-то дивные налоги. Окей, that's problem. Задаешь taxes in the United States or in any countries. Я по-английски говорю. И оказывается, что есть и в Америке штаты, где ценники на налоги дешевле, чем в России. Алло, гараж. Другой вариант. Задаете вопрос уже по-русски. Посмотрите, ценники с налогами по всем государствам. И оказывается, и оказывается, что ценники с налогами по всем государствам, там, где мы вообще даже до селеры, до заработной платы там аж не доходим. Это топовые страны еврозоны. Топовые страны еврозоны. Там все красиво и ровно. Я уж не говорю про Норвегию. То есть, если мы говорим о качестве, давайте платить деньги. А вы деньги не платите. Вы думаете, что все залезут в кредиты. Я имею в виду кредиты машины. Но зачем покупать кредиты машины, потому что американцы к этому делу и подошли. Там был такой же дивный кризис. И сегодня, сейчас, ну, скажем так, процентов, наверное, 60 американцев не покупают новые машины. Они берут то, что стоит недорого. В пределах 2000 долларов. Может быть, еще и дешевле. Они так ездят. Это у них абсолютно нормальное явление. Когда вы этим делом будете заниматься, непонятно. Но с другой стороны, даже ценник порядка 1000 долларов, это уже 100 тысяч рублей. А 100 тысяч рублей, даже невзирая на более или менее зарплату среднюю, 40 тысяч рублей, как вы можете взять? Только в кредит. А кредит вам никто не дает. И вот мы начинаем все это дело вот так крутить, понимаете? Вот так крутить, вот так крутить. Дядь Володя, ну, посмотри этот дивный сюжет. Ну, ничего же сложного нет. Я прекрасно понимаю, что вам хочется. Но давайте обратимся к тому, что хочется. К тому, что хочется. Красиво развивается Екатеринбург, Самара. Вопросов нет. Там все нормально и ровно. Но на какие шиши они развиваются? На деньги тех людей, которые просто уехали с севера. На северах уже нету ничего. Обыкновенные огромные дома. Пустые. Воркута. Дорога там дивная получается из Якутска в Магадан. Посмотрите внимательно. Не современные, а дальнейшие. Чуть-чуть раньше. Да, конечно, все это дело строится, но это Магадан. Это не край Российской Федерации. Край Российской Федерации это Чукотка. Во, 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 посмотрите внимательно. Ну, посмотрите внимательно. Я, конечно, все прекрасно понимаю. Чем интересно западные страны? Там все нормально и ровно. Но хотя бы, но хотя бы, раз мы такие навороченные, дайте среднюю заработную плату. Хотя как в Италии. Там средняя заработная плата, ну, в принципе, примерно три с половиной тысячи евро. Евро! Алло! Евро! А, пенсия, вот, маленький нюанс, пенсия. Сейчас, чтобы это было красиво и ровно. То есть, когда нам говорят, что ценники в Италии дороже, чем у нас, я говорю, что, во-первых, это бред, естественно. А почему? А, сейчас еще про пенсию раскрою. Так вот, пенсия там, средняя пенсия, 1700 евро, а не 200 долларов, даже меньше, того как. Вы о чем думаете? Вы не думаете, что нам дали интернет, а мы стали такими же уродами? Да нет, мы не такими же уродами стали. Мы все это дело понимаем, где идет работа. И давайте мне сейчас еще раз будем говорить, сейчас еще раз вам, глядям, объясню. Сколько стоит недвижимость в Италии? Бесплатно? В селе? Бесплатно вам дают? Алло! Езжайте, живите, спокойненько. Бесплатно! Ага. Въезжать-то надо своими мозгами, а не мной.